Ларьки, павильоны, несационарные торговые объекты. Наверняка в каждом городе России и даже в постсоветском пространстве есть свои ларьки. И наверняка каждый из вас покупал там когда-либо пачку сигарет, тетрадку, ручку, туалетную бумагу или бутылку воды. Это тот элемент города, который встречается повсеместно. Но так ли это хорошо? Их нужно все сносить? Или наоборот нужно дать свободу и делать как можно больше ларьков? Об этом мы поговорим в сегодняшнем ролике. Усаживаемся поудобнее и поехали. Ларьки не были придуманы вчера. Они были в России до революции, они были в советское время. Во многих городах, кстати, еще даже остались эти самые советские павильоны. И естественно, что они есть уже в наше время, в современную историю России. Где-то после 1990-х годов ларьки массово захватили улицы, пустыри, площади, скверы наших городов. И во многих местах их стало даже слишком много. Я был в городах, где прямо из ларьков делают целые городки. И, наверное, это не очень хорошо, когда вместо красивой архитектуры нормальных улиц у нас получается такое подобие базара. Но, как факт, все это есть. И многие города просто потеряли уникальный вид своих городов за этими самыми ларьками. Потому что мало кто вообще думал о внешнем облике города. Ну, времена были не те. Кроме того, что это настолько временное решение, что предприниматели стараются вложить как можно меньше, заработать как можно больше. Это абсолютно нормальное явление, потому что, опять же, решение временное. И никто не знает, может, твой ларек простоит полгода, может, год, а может, 20 лет. И естественно, что в таких условиях вкладываться во внешний вид уже не очень-то и хочется. Тут есть разные причины, почему они начали массово появляться. С одной стороны, появилась частная собственность. Никто не знал, что с этим делать. И желание быстро обогатиться, в принципе, ларьки это желание с легкою удовлетворяли. И главное, что город получает деньги за аренду. Поэтому, чем больше город дает площадей под ларьки, тем больше город получает налогов. И вроде как все довольны. Есть бизнес, там работают люди, клиенты, то есть жители имеют возможность что-то быстренько купить по дороге, там, не знаю, домой или на работу. И город, который получает деньги. Вроде как все хорошо, но не совсем. Как и в любом вопросе, здесь очень важен баланс. Я думаю, что в комментариях вы напишите, насколько эта проблема актуальна для вашего города. Но на примере Москвы могу сказать, что за последние 30 лет город успел обрасти ларьками, а последние несколько лет массово их себе потерять. Я, конечно, говорю о ночи длинных ковшей, которая была при Собянине. И здесь очень неоднозначное мнение можно высказать по этому поводу. Потому что, с одной стороны, действительно город стал красивее. Во многих местах ларьки появлялись очень непонятным способом и часто они закрывали собой сам город. Самый показательный пример это метро «Чистые пруды», где самого метро было не видно. И такая ситуация была во многих точках. Ко мне часто подходили люди, спрашивали, а где здесь вход в метро «Аркадий». То есть, иными словами, внешний вид города страдал. Но как это было сделано? Потому что, по сути, наплевали на институт частной собственности. Именно на этом институте строится здоровая урбанистика. Когда у места есть собственник, и он пытается его улучшать. И город, по идее, в этом должен помогать. А тут получается, что город, точнее мэр города, мэр самого крупного города России, одного из крупнейших в мире, говорит, что «А мы не будем смотреть на частную собственность, мы будем сносить». И как человек, который хочет вложиться в город, может туда вкладываться, если в какой-то момент к нему могут прийти и сказать точно так же, что нам вот это вот твое свидетельство о собственности вообще-то ничего не говорит. Мы снесем или мы там захватим, а ты потом по судам шатайся несколько лет, и может быть, мы тебе что-то отдадим. Поэтому институт частной собственности – это один из самых важных институтов. Частная собственность действительно должна быть неприкосновенна. И если что-то кто-то хочет снести и купить, то это должно решаться цивилизованно, а не методом «У меня больше силы, больше бульдозеров», я здесь прав. Поэтому действительно направление было правильным, что мы хотим красивый город, мы будем делать красивый город, но как-то было сделано уже совершенно, ну как трагически, я бы сказал, нельзя так делать. И к счастью, большинство городов России не пошли по пути Москвы, а все-таки если хотят очищать, не знаю, улицу или площадь своего города от ларьков, то идут и выкупают их. Да, это дороже, да, это сложнее, да, это дольше, но это цивилизованный метод решения проблемы. Ну что-то я довольно уже много про Москву, давайте непосредственно к ларькам. Что в них хорошего, что в них плохого? Давайте начнем с плохого. Основное – это их внешний облик. Как я уже говорил, вкладываться во внешний вид, в архитектуру никто особо не собирался. И до наших дней практически большинство ларьков выглядит ужасно. Даже когда они составляют какую-то целую улицу из ларьков, каждый ларек будет каким-то своим. И с одной стороны это создает разнообразие, но выглядит это как базар. И базар в плохом смысле слова. Вторая проблема – это то, что чаще всего там нет туалетов. То есть представьте человека, который должен целый рабочий день трудиться, получить зарплату, но при этом не имеет возможности нормально сходить в туалет или помыть руки. И да, сейчас коронавирус, все наконец-то вспомнили, что нужно мыть руки, а там просто нет для этого возможностей. Это, конечно же, не дело, и это просто очень унизительный труд. И мне искренне жалко людей, которые работают в таких павильонах, потому что, а куда им бегать? В кусты? Ну, слушайте, 21 век на дворе, а люди бегают в кусты в центре города. Это, конечно же, не дело. И третье – чаще всего, не всегда, но чаще всего, у таких павильонов нет своей мусорной площадки. И они все таскают в жилые дома. И я знаю, что очень многие жители очень часто жалуются на вот таких предпринимателей, на такие ларьки, потому что они засирают их дворы. И серии «какого черта, ребят?». В целом же, если мы посмотрим на улицы городов, где ларьки – это нормальное явление, мы увидим неправильные приоритеты. Потому что есть какие-то ансамбли, есть улицы, есть здания с активным фасадом, где уже есть пространство для бизнеса. Но вместо того, чтобы осваивать, поддерживать какой-то внешний облик города и просто создавать красивую среду, которую хочется фотографировать, которую хочется рисовать на картинах, чаще всего все это закрывается простым металлоломом, простой коробкой ларька. Это, опять же, 99% случаев. Теперь давайте же о плюсе. Для начала, любой бизнес на общественном пространстве оживляет это самое общественное пространство. Иными словами, когда человек идет по улице, ему есть куда идти и зачем идти. Это очень важно. И понятно, что у нас есть уличный бизнес на первых этажах, и это оживляет очень сильно улицу. Но если вдруг нет места для бизнеса, или у вас просто большой пустырь, то павильон, как временное решение, действительно может решить ваши проблемы, сделать пространство чуть дружелюбнее. Кроме того, решается вопрос социальной безопасности. Я понимаю, что у нас все считают, что нужно поставить как можно больше камер, и тогда будет безопасно. Нет, не будет безопасно. За улицей всегда кто-то должен приглядывать. И когда у нас есть павильоны, есть ларьки, то там, как правило, сидит человек, или даже несколько, которые просто смотрят за территорией вокруг. Они могут вызвать скорую или полицию в случае чего, если поймут, что там происходит что-то неладное. Это и есть социальный контроль. Место становится безопаснее, когда там есть люди, когда есть кто приглядывает за пространством. И это очень часто используют при благоустройстве. Например, в парках создают точки притяжения, чтобы человек мог купить, не знаю, воды, ходок или еще что-либо. И, кроме того, решает вопрос с вандализмом. Потому что никто не будет вандалик, когда понимаешь, что его могут взять за шкирку и как бы надавать люлей. Во-вторых, это все-таки малобизнес. Там работают люди, они платят налоги. И, как ни странно, за ларек нужно платить арендную плату городу. То есть, получается, город функционирует и экономик работает. Назовем это так. Понятно, есть разные схемы, что иногда и земля достается сомнительным путем, иногда и налоги не платятся. Но вот мы будем брать скорее здоровую ситуацию. И на самом деле на этом, пожалуй, плюсы кончаются. Теперь к самому главному. Где и когда можно ставить ларьки, а где их ставить не нужно. Если мы возьмем центр города, где есть квартальная застройка, где есть красивая архитектура, где есть помещение на первых этажах, которое уже предназначено для бизнеса, то там городки из ларьков ставить скорее не нужно. Потому что они будут закрывать с собой нормальное пространство. И они будут, скорее всего, излишни уже. Тут же, получается, если город сдает какое-то пространство, в центре города там появляется ларек, то место очень востребовано. Скорее всего, там большие потоки. И ларек будет стоить дешевле, чем аренда помещения на первом этаже. Но мы получаем захламление территории. И, что элементарно, здания будут проседать. То есть, получается, архитектор что-то сделал, коммунальные службы поддерживают дом. Там живут жители, а первый этаж стоит пустым. И получается очень глупо. Я понимаю, что с точки зрения отдельного бизнеса или какого-нибудь департамента земельных отношений, когда они ставят ларек, они для себя все выигрывают. Но если мы посмотрим на ситуацию в целом, как обыватель, как пользователь города, как урбанисты, как просто нормальные городские планировщики, мы поймем, что у нас нарушается баланс. Что вместо того, чтобы пропагандировать нормальное пользование городом с точки зрения бизнеса и покупателей, мы стимулируем паразитирование. И такого, конечно же, допускать не нужно. С другой стороны, даже в центре города иногда бывают пустыри или слишком большие площади, где не хватает функций. И в таких местах вполне допустимо ставить один или два ларька, чтобы оживить пространство, чтобы наполнить их функциями. Например, если у вас есть большая площадь, и там слишком много территории, и нужно повысить социальный контроль и наполнить ее функциями, то вполне можно поставить сначала, может, временные какие-то ларьки, чтобы посмотреть, как место работает. А потом уже сделать их капитальными, с, не знаю, площадками для мусора, с туалетами внутри и прочими атрибутами нормального города. Если мы, кстати, посмотрим на Триумфальную площадь в Москве, до реконструкции это был просто такой огромный асфальтовый плац со статуей Маяковского по центру и небольшими клумбами. И после реконструкции мы увидим, что сбоку как раз появились павильоны. И они не уродуют пространство, они сделаны в соответствии с проектом, они насыщают место функциями, и там появляется тот самый социальный контроль. В итоге место стало работать лучше. Точно так же в каких-нибудь скверах или парках. Там тоже можно ставить ларьки, но другое дело, что они должны нормально выглядеть, и там должен быть нормальный более-менее бизнес. И особое, конечно, наслаждение лично для меня это когда стоят какие-то цветочные киоски. Потому что это не только наполняет место смыслом, что туда есть зачем и куда идти, но это просто очень сильно украшает место. Потому что когда летом все цветы выносят наружу и продают, это запахи, это цвета и это место, которое постоянно живет. Это просто очень красиво, и действительно, это тот случай, когда пространство только выигрывает от ларьков. Даже несмотря на то, что оно в историческом центре, где вроде как есть помещение на первых этажах. Про парки я уже немного заикнулся, но давайте поговорим чуть больше. На примере Девногорска, который под Красноярском, я вам рассказывал, что там сделали такой большой павильон, где есть бизнес, который как раз присматривает за территорией, которая не только следит за безопасностью, но, например, и убирает ее, и на деньги от аренды этого павильона вообще город поддерживает это самое пространство. Но, кроме того, там еще сделали общественный туалет для всех, и он бесплатный. И получается, что все от этого выигрывают. И если мы посмотрим на московские парки или парки Казани, мы увидим, что там тоже есть бизнес. Есть эти самые ларьки, они выглядят нормально, потому что город прописывает архитектурные требования и следит за тем, чтобы бизнес все соблюдал. И там ты имеешь возможность сходить в туалет, купить бутылку воды, купить, перекусить. Это то, что делает общественное пространство лучше. Если вы делаете просто голое поле, то, скорее всего, люди из такого места будут сбегать. Про это, кстати, у меня был отдельный ролик, если кто не помнит. Ссылочка сейчас будет вот там вот. В общем, это недорогое решение, которое позволяет оживить место. И особенно классно, когда есть какой-то пустырь, город не знает, что с этим еще делать, и он, например, делает там ярмарки. Это, опять же, то, что можно сделать буквально за один день и свернуть за один день. Но место насыщается функциями, место оживает и место работает. И это, конечно же, тоже хороший пример использования ларьков. Если же мы будем говорить про спальные микрорайоны, особенно советские, то там без ларьков уже становится очень сложно. Потому что сама застройка очень рыхлая, много пустого пространства, которое не надо что поддерживать. И, что самое важное, там практически никогда не закладывали место для бизнеса. Потому что была плановая экономика, никто не думал, что настанет светлая эра капитализма, и то, что спрос и предложение будет удовлетворяться уже частным бизнесом. И когда у тебя нету пространства, нет этих первых этажей, где ты можешь все разместить, ларьки действительно становятся хорошим решением, чтобы дать людям возможность покупать все необходимое, буквально в шаговой доступности. Потому что если тебе за продуктами, там, за водой, за туалетной бумагой нужно ехать в центр города или в торговый центр, это не есть уже хорошо. Это значит, что место страдает, и людям там живется не очень хорошо. И все-таки ларьки предоставляют возможность, опять же, шаговой доступности, все это купить. Ларьки удовлетворяют спрос, и в итоге предложение насыщается. Это как раз хороший пример. Но, опять же, важны нюансы. Потому что одно дело, когда ларьки все разные, некрасивые, за ними никто не следит. Другое дело, когда город сразу предъявляет архитектурные требования, и, например, не захламляется проход. Потому что очень часто у нас есть, опять же, какие-то спальники, там есть какая-то большая остановка, трамвай или автобуса, и ты не можешь пройти напрямую, тебе нужно обходить вот эти вот все ларьки. Это дико неудобно, так быть не должно. И это вот как раз пример паразитирования, когда человек скорее страдает из-за того, что там есть вот такой бизнес. Но если все хорошо продумать, то это будет дополнять место, и все будут счастливы. Экономика будет работать, люди будут получать то, что им нужно, бизнес будет получать деньги, все будут жить в хорошем, красивом, удобном городе. И это замечательно, хотя, конечно же, это все нужно решать более капитально, уже реновации района, пристройкой каких-то более капитальных строений или постройкой, прости боже, торговых центров. Потому что, действительно, если микрорайон не приспособлен для уличной торговли, тогда остается только торговый центр. В общем, есть вот такие варианты. И я хочу сделать акцент, что не существует ничего белого и ничего черного, что когда мы говорим о городе, есть определенные инструменты, и нужно ставить правильно задачу и искать эти самые правильные инструменты. Что в одной ситуации ларек может испортить место, но в другой ларек может отживить и спасти место. Всегда нужно смотреть на контекст. Я надеюсь, что вы со мной согласны не забудете поставить вот такую штуку под роликом, подписаться на канал, потому что ролики выходят регулярно, вы можете их пропустить, а если подпишетесь, то шансов будет меньше, а если поставите колокольчик, то тогда YouTube будет вам сообщать о всех новых роликах, и вы ничего не пропустите, и все будут тоже довольны. Ну и что можно сказать напоследок? Любите города и всем ларьки! Пока!